Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Ну вот, я же утренний, за прошедший день. Номер 54. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 03.02.2016 года. Это прошедший день, сегодня четвертый уже. Ну и как эпиграфом взято для этой темы. Кругом измена, трусость и обман. И известная фраза последнего российского императора Николая Второго. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Почему я ее взял? Потому что я вижу беду. Которая всюду и везде. Это все здесь. И коррупция, и предательство, и бегство за границу, и разводы. Друг друга обманывают. Все, абсолютно все в этом. Он видел. Глупый был такой император. Ну какую фразу сказал? В момент, когда сердце его волновалось. Он думал, что и как. Он не понимал. Он мирской человек-то был. Война надо, война объединить всех. Он не видел этого. Но вот случилось такое. А теперь как? Ну как, одно то, что когда император отрекся, это Солженицын пишет, по газетам он увидел. На фронте было ликование, как на день Пасхи первый. А молились за царя, отечество, от Божия царя храни. И временному правительству пошли телеграммы поздравительные и прочее. И от Антония Храповицкого. И пескопат засыпал буквально телеграммами. Все ложь была. Обман. Почему? Не было Христа. Христа вообще, как будто его и не было. Структура церковная. Без патриарха нельзя. А Петр Первый убрал 200 лет без патриарха. Опять идет. Синод убрал. Коммунисты убрали всех. Опять все. А сегодня кто епископ? Кто епископ? Помраченное сознание людей. Измена, трусость и обман. Ты спрашивай, какие отношения твои со Христом. А епископ он нужен. Но он не на первом месте. Ну а дальше я говорю, что в других... У меня в Мой Мир листик есть, страница. У нас видеоканал, форум и сайт. Вот четыре, по которой я покажу. Ну и иные через контакт нас находят, желают узнать. Модераторы берут, перекидывают. Вот считайте, что написано здесь. Теперь сами заходите сюда. Ну и объявление даю, чтобы помогли дать краткое содержание нашим видеороликам. Они большие видеоролики. Сегодня есть, завтра нет. Поэтому это требует большого внимания. Люди ищут темы, они давно отвечены. Вот. Просто прочитайте, чтобы время не тратить. Ну и что вот было вчера. Это Вилли Олсен, это из США. Игнатий Тихонович, мир вам. У нас в Америке проходил диспут в присутствии 5000 христиан и мусульман между евангелистом Джимми Свагард и мусульманом-богословом Ахмад Дидат. На тему, является ли Библия Словом Божиим. Я знаю, вы имеете опыт бесед с мусульманами. И нам очень интересно ваше мнение. Я высылал вам это видео. Пожалуйста, дайте нам понять, правильно ли христиане ввели диалог. Когда пребудет рука Господа над вами и в вашем труде на его ниве. С уважением, Вилли Олсен. Большие два ролика. Я вчера много времени потратил, еще посмотрел. Я иногда пересматриваю заново, конспектирую, сверяю со Словом Божиим. Ну, еще сказать. Джимми Свагард, вот, какой он ездит, где он как ездит, что там получает, издает. Я посмотрел, ну, в первую очередь, это все, что там говорилось, это говорится не об евангельской церкви, не о православной. Православная-то сегодня не входит. Но там именно изменения, разные переводы, и этот мусульманин-то более правее оказался здесь. Но он не понимает тоже. Потому что, а одно то, что от грехов ты не освобожден. Ты не можешь сказать, Христос воскрес, этого достаточно для тебя. Ну, с их позиции они говорят правильно. Ну, вот в этот Джимми Свагард, он вступительное слово 10 минут. 10 минут, 9 с половиной. Говорит только, что расцепается перед мусульманином, такой, да ты великий, ты одно скажи ему, ты в аду будешь. У тебя нет Христа, без Христа нет спасения, человек в грехах. Вот он перед ним что-то расшаркивается, а этот начал его гвоздать. У него бородка как подбрита, он более прилично выглядит, чем этот, ну, протестант или кто-то там, сектант какой, я уже не знаю. Не в обиду говорю-то, что несорковный человек, явно видно, там в галстуке, масон может быть. Даже почти наверняка таких туда не посылают. По всему миру ездят, 140 государств. А говорит, начинает, как будто никогда Библию в руках не держал. Ну, начинает правильно, с нужного стиха. Не так, что я его отметаю. Нет, сам подход неправильный. Тот прогибается перед мусульманином. Ты скажи так, чтобы он увидел, что ад перед ним горит. Он погибший стоит. На баране своем, Курбан-Байрам, он не влезет в рай, он не войдет туда. Еще ему говорит, хороший Коран, а что в мире делается сейчас? Как все режут и бьют и без дела. У них гексоген под головой. Они по-другому никогда не могли. Почему? Потому что человеку убийца и ложь. Это от дьявола идет. Самая мирная религия, и христианка, самая мирная религия. Самая нетерпимая, самая противная против христианства. Почитайте жития святых. Зачем эти слова лживо им говорить? Ты что, боитесь их или еще? Их бояться не надо, мусульман. Их любить надо. Возвестить им о Христе. Нам другого оружия не дано. С ними-то как поступали те века? Что там было? И Казань завоевывали, и прочее-то. Ну не об этом речь-то идет здесь. Библия, Слово Божие. Все писание Бога вдохновенное. Даже Мессати не перевели ни разу. Вы заблуждаетесь, не зная писание Христос. Все исказили, а вот теперь они от Мухаммада получили, это правильно. У них с неба, а у нас от людей где-то. Ну пусть он так и понимает. Ты ему главное покажи. Заблуждайтесь, не зная писание. Матфея 22, 29. Нам нужно его исследовать, найти Христа. 5.39 Евангелия Тиана. И следуйте писание. Ибо вы через них думаете иметь жизнь вечно, не ищите какую-то другую книгу. А они свидетельствуют о мне. О мне. О Христе. О Христе надо. А не о том, почему от Матфея, а не от Христа. Ну так понимаю, так принято. И все, малыш, мы говорим, солнце восходит. Оно не восходит. Ну давайте придираться теперь. Тут на каждом шагу можно увидеть, что не так. Все считают седьмой день воскресенья. А на самом-то деле не седьмой день. Суббота седьмой день-то. А вообще принято, но ничего не меняет это. Он без Христа стоит. Вот он, охват деда. Ну и что? Вот он знает много ездит. Это все правильно, все это хорошо. Но далее-то он говорит-то правильно об этих переводах. Вот Библия одна есть, только что издали, говорит. Почему? Они подгоняют, чтобы мир принял. Выбросили определенные места Писания. Из Евангелия. От первого послания Иоанна. Другой издают. Тоже за ним пятьдесят там организаций стоит. Он правильно говорит мусульманин. Это он более прав. Ну все разбирать тут времени не хватит-то. Ну беседу не об этом надо вести. Он говорит там, ну приняли это все. Приняли хороший перевод у нас синодальный. Никуда синодального перевода не на шаг. Никуда. Он благословенный. В нем два переводчика, которые канонизированы уже. Переводчики, которым практически нет равных сегодня никого. Нет, какие-то там наворачивают. Ничего не принимать, кроме синодального. Все. И все эти вот библии, которые набрал разные издания, они бы выпали. Православный издает 77 книг. Всегда. Он говорит правильно мусульманин. Ты издаете библию одна такая, другая такая. То по-крепически, то выкидываете книги. Так какой верить-то? Кому верить? В одном переводе эти стихи есть, в другом нету. Единосущей нету. Как это троится может быть? Не надо. Это верой принимается-то. Не мусульманским этим колпаком думали здесь. Нету им, все он не принимает. Не принимает, дальше иди. Действительное слово Божие, действительно. А почему? Ну, в первую очередь, потому что автор Бог. Бог сказал. А вот книга, три книги, четыре, пять перечисляет по порядку. Он знает их все, видно, считает этот мусульманин. И как так, Моисей, Моисеева книга о его смерти описывается. Ну, дописали другие, а что перевязываться через это-то? И вот она расшаркивается, расшаркивается перед ним, прям, я не знаю, еще боится из зала выйти, что зарежут его самой мирной религии-то. Без ножа шагу не могут шагнуть. Христиан как убивают сейчас? Кого подряд? ИГИЛ-то кто это? Христиане разве? Это же не буддисты делают-то. Что тут говорить-то? Самое враждебное, самое нетерпимое, самое экстремистское против христианства – это ислам. А как оно называется мирное? Да мало ли еще назвать можно. Все. Самый мирный Сталин был, Ленин. 90% уничтожить, а 10% ввести железной рукой в коммунизм. Что делает сегодня мусульмане? Да то же, что вы делали с коммунистической идеей. Всех загнать в коммунизм. А Гитлер как? Все делали то же самое, что сатана. Все это делает сатана. А как обращать? Возвестил, не принял, отошел. И как после первого достаточно? Ну, от силы второго. Отвращайся. И он грешит, будучи самоосужден. Он сам себя осудил. Амнистии нет на самоосуждение. Государство может амнистировать то, что оно вынесло. А если ты в петлю залез, как тебя от этого амнистировать-то? Ты уже залез в нее. Так что, ну, полезно я посмотрел. Не сожалею, что погляделся. Но вести на беседу не так. Не так. А как? Ну, вот посмотри, как я в доме Мулы веду беседу с ними. Я никогда не произношу слова Аллах. Никогда. Мухаммад никогда не произношу. Там, когда беседую. И Коран. Три слова. Табу. Меня Бог послал не этим заниматься, а благовествовать. Благовествовать. Церковь сегодня шикует и лопается от богатства. А что нужно говорить? С нищим делиться. И уйти благовествовать всем. Не изжать какая-то антихаризма будет. Сказать, Христос умер за нас. Время сюда приближается. Считай верую. Ну и дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Только что прощал в пятом томе ваши ответы на вопросы по смертной жизни. Там вы в качестве примера излагаете жизнь и смерть Баварина. Баварина это мэр города Барнаул. Он входил в десятку лучших мэров. Он приезжал ко мне сюда. У нас были блистательные, просто прекрасные отношения. Не он бы от этого дома не было. Я пишу. А потом, если бы он сейчас воскрес, ну допустим, ему бы там кто-то на... Ну бывают люди воскресают-то. Он в автокатастрофе погиб. Ну и сказали бы. Жизнь тебе дается. Но только живи, живи вот так вот. И показал я на себя. Мы знакомы. Батя в сапогах таких же ходили. Так же одеты. Из дома в дом он благовестствовать. А он бывший партор. Вот такой видный, знатный. Ну просто хороший. Я даже молился о нем. Он крещеный был. Но согласия нет. Нет, ложись опять в могилу. Пошел бы, пошел. Это пятый том открытым локом. Дальше. Итак, все это здорово. Связано с единой логикой евангельской проповеди. И смерть, и наша грешная жизнь, и стихи Писания, раскрывающие смысл веры, смерти и жизни, и стихи Ахматова в конце. Просто художественно-философская новелла. Хочется всем рекомендовать прочтение. Видите, я отвечаю на 4124 вопроса. И вот там собирается конференция какая-то, рождественское чтение международное в Москве занимает со мною. Вы просчитайте, что есть. Просчитайте. Вот человек что нашел, они ничего не нашли. Что мы едим не так. Колокол, где перед аналогом, это Голгофа, это сумасбродное сборище. И они судят, почему человек это видит. Человек-преподаватель, это именно в Академии, в Государственном университете преподает, при храме, при епархии Красноярской. Вы-то почему там не увидели, сидели? А что, им надо одно, сожрать все, что у нас есть. Си Христос, Игла, упросил брата Никиты перевести в ворт рождественские чтения московских лизоблюдов. И он сегодня лег спать лишь 3.10 ночи, а в 4.40 уже общий подъем. И я успел выправить ошибки в запятые и зачитать это весь все на ролик-разбор. Хотя они по всем пунктам до конца. Завтра может быть уже в интернете. Сейчас начну все вам скидывать по частям. Ну вот, благодарю Никиту, что потрудился, спаси Христос. И это уже выставил сегодня я. Разбор того, что там эти собрались, тут Дворкина, Дворкин там руководит, Дудин здесь. И вот они все, Дуду, Дуду, Дулевич, Дудин. То есть никто. Вы занимаетесь делом, с вас просятся не за меня отвечать. Вы будете за себя отвечать. Веры-то никакой нету. Какие-то миссионерские отделы придумали. Какие отделы? Иди и проповедуй. Шагу не могут шагнуть. Приезжал директор Сибирского библейского общества, Булатов Алексея Владимировича, и говорит. Ну, узнали о них там, книги продают. Православные приехали. Дайте нам Евангелие, мы раздавать пойдем. Вот это здорово. Православная церковь, самая сильная здесь. И живут тут, учиться надо проповедовать. Да учиться ничего не надо. Бери Евангелие, раздавай и говори. Христос умер за нас. Идите в церковь Христову. Там вам больше расскажут. Ну, в 10 слов подашь, и ты будешь выучать. Юрий Соболев, бредятина на заказ. Это вот про этот, который они сделали в Москве ролик. Только так и можно определить все это словесное испражнение. Испражнение словесное. Не извержение, а испражнение. А Игнатий говорит так. А ты, говорит, человек не моего уровня. У меня-то нет никакого образования. Это почему? Потому что это то и есть. И помет человеческий будет до верблюжьего седла. Вот что с вами будет. Отвратительные блевотины наполненные столы. И сидят, вякают. А что теперь сделать? Кому пожаловаться? И в конце видно, это сергианство предательское. Я их не трогаю. А теперь что? Санэпидемстанция. Было это все. И Бог разгромил. Я мог бы другим тоном отвечать. Мог. Но я хочу сказать, что я с вами отвечаю 2 Коринфянам, 7 глава, 8 стих. Епиграфом к тому, что я сказал. Сейчас я просто покажу. Книга 2 Коринфянам. Мне надо увидеть, где она еще. 7 глава, 8 стих. То есть я мог быть тихеньким, маленьким, как говорят, пушистым и ласком. Но я ответил по-другому. Считай. 8 стих. Посему, если я печалил вас посланием, не жалеем. Хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то печалило вас, впрочем, на время. Вот так. Я другой раз скажу вот так. Да мог бы их потихоньку говорить. Ну ладно, там они сказали, а я свое. Ну ладно, простите, там обидел вас. Я бы мог так говорить. Я не могу. Я было пожалел. Вчера еще ролик поставить, не поставить или задержать на время. Нет, давай. По полной программе получайте. Потому что я разбираю, что вы. Стоит какая-то там бобенка лжет. Она ничего не знает совершенно. Как депутатов избирали в Верховный Совет. Обыкновенная пустышка коммунистическая стоит. Ой, боятся сказать как. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Это безумие. Если вы в Бога верили, вы раз бы делали это, что делаете? От одной моей проповеди, я архиерею в алтаре приходят в чувство. И где вы это взяли? Я говорю, как, вот досюда, до печенок пропекло. Архиереи говорят, где ваши проповеди? Дворкин вам скажет из подворотни. Ну и вот, я это просто закрою. Дальше. Алексей Буртов. Простите. Нет, так нет, вот не предочитали. Ага. Этот доклад лучшее подтверждение ваших слов о вертвенности духа и слепости верных в нашей церкви. Нет, он сам-то патриархийный говорит. Как раз это они показали, кто они такие. А то мертвецы собрались, кладбище, скотомогильник. Для начала пусть геи иерархов вытвихнут из сана, крестить и учить начнут, а затем уже секты берутся. У нас далеко не всякий батюшка так знает писание, как баптист средней руки. Еще конференции проводят. Вот так. Это приговор. Вам ли чем-то заниматься-то? Как живете-то, посмотрите. Кем наполнена церковь-то? Почему, если включить, эпидемии какие есть, соглашенные извините, мне священники говорят, нам нам выйти, ну и выйди, освободи церковь-то. Меньше мерзости будет в храме. Запри ее на замок и три месяца уйчи во дворе. И по одному потом запускать. Мертвое кладбище. Скотомогильник называй. Вот что такое храмы сегодня. Алексей Буртов. Простите меня, я человек грешный. Но Игорю нужно просить прощения перед собранием и перед батюшкой. Это Добунову. Как с таким внутренним состоянием на проповедь можно ходить? Вот так, пожалуйста. Скажите Игорю, пойдете. Скажи, вот вы такие. Я ни в коем случае не хочу молить его заслуг и добродетели, которые он делает. Я ему говорил неоднократно об этом. Уже говорил и проще. Ну вот такой. На дыбы сразу становится. Но он не тепло-хладный. Это однозначно. Но присоединяюсь к словам батюшки о спасении своей единственной души. Аминь. Брат, Игорь, да поможет тебе Господь услышать. Это же не первый раз такие срывы в собрании. Да. Странно, что сестер быстро на место ставят. А Игорю никто из братьев особо ничего не говорит. А дальше что, о чем замолк-то еще? Я ему только знак дал, он замолк. Что говорить-то уже говорено в собрании. Он не видел, на меня не направил-то. Он говорит, не могут оставить. Он взглянул на меня, я ему так показал только. И все пончал. Он сразу сел. Игорь его смирить, это никто не может как будто. Я только знак дал, он сел. Что непонятно-то? Что он управляемый? Я за дисциплину и каноны. Но только одно это, как видно, не может устроить душу человека. Простите, чем обидел. Надо на собой работать. Благодарим тебя, Алексей. Федор Шмидт. Слава Господу, дорогой Игнатий Лапкин. Простите Христа ради. Я очень жалею, желаю с вами познакомиться. Мне очень понравились ваши передачи. Я и моя семья православные. Для меня то, что я услышал и видел ваше разъяснение по Евангелии, великая находка. Прошу вас ответить. Я не знаю, что отвечать. Отвечать. Я не знаю. Но тут мне прислали, вот как раз из этого. Тишли. Православная одна. О богаче и лазере. Вот посмотрите, как снимите, может, для себя. Я не знаю, как по-другому. Я скопировал, и он говорит, я сегодня разослал почти всем своим друзьям, ну, виртуальным друзьям. Хорошо, говорит, протестант. Вот у меня какой листик. Посмотрите, страница. Игнатий Лапкин, заходите. Сюда мы перекопируем все ролики. Сколько у нас сейчас роликов здесь? 2429. Это наши ролики. И фотографии. 18800. То есть есть, говорит, и что посмотреть. И все это по плейлистам. Ну, может, где-то не кто-то плейлист поставили. Не важно дело. Но это у нас есть. Вот. Теперь я хочу сразу показать на видеоканал. Вот у нас православный видеоканал. Более. Кто-то помог бы сосчитать, сколько у нас роликов. Ну, больше 4000. Наших. Не чужих. И тоже по плейлистам расположены. А вот здесь я сейчас покажу. Вот слово главное есть. Вот слева. Видно, нет? Вот. Если вы нажмете, а может и не надо нажимать. Вы увидите, вот здесь идут что? Жития святых на каждый день. Это я в 80-е годы считал. Вот сейчас. Вот что-то тут. Нажал, видно, не так. Ну, да. Нажал, она, видите, пошли. Жития святых. Все выскочили. Даже не хотел. И само показалось. И по одному оформленные. Слушайте. Это по книге, по книгам Дмитрия Ростовского. 1173 ролика, может быть. Идут регулярно. Люди трудятся на этом. Ну, конечно, тут видео хорошо. Но пленки много лет хранились. Там где-то. О, попутно выскочил кто-то. Сейчас гляну. Сергей Агапонов добавил какой-то комментарий. Я не знаю без подготовки. Что он тут зацел? Не нашел адекватного... Постарайтесь что-то сами узнавать. Златоуз говорит, научитесь не задавать вопросы. То есть пустяки разные. Зачем мне это знать-то? Мне это не нравится. Вот. Прошу никогда на патриарха не говорить. Везде пишут, что он именно такой. Там не надо это говорить. Не надо. Патриарх это не доказано ничего. И Квачков говорил. Квачков сидит может именно на этом или в лагере. Вот. Теперь мы посмотрим, что у нас еще. Вот. Что у нас? Это последняя. Посмотрим. 343 страница. Это у нас было. Была эта девушка. А вот этого не было. Что он пишет? Серафим Труш, Украина. Украина. Так. Здравствуйте. Простите. А к юрисдикции какой церкви относится ваша община? Уже отвечал-отвещал. Говорил-говорил. Ну маленько посмотрите хотя бы. Я же даю все ресурсы здесь. Зайдите. Там в каждом ролике буквально говорю. Вот его не интересует еще. Молодой юноша. А какой юрисдикции? Я ни разу за всю жизнь никому не задал вопрос. Почему? А вот от окумушки у колодца. Куда лезут? Зачем? Ну я тебе отвечу. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. К белой мигрантской. Тихоновской. Что изменится? Не изменится. Давай трудись, юноша. Задавай вопросы, как от грехов избавиться. Чтобы не заниматься тем-то и тем-то, о чем Андрей Кураев говорит. Дальше. Игнатий Тихонович. Это Алексей Фати. Во свете Библии, что полезнее для души? Размышлять о прошлом или о будущем? Спаси Христос. То и другое полезно. Потому что и пророчество, это прошлое, настоящее и будущее. И здесь прошлое, чтобы каяться. Найти моменты, где Господь тебе помог. Ангел-хранитель защитил. И о будущем шага не знаем. Но Господи, устрой все по воле Твоей. Жить по святому Евангелию. Что лучше? Прошлое нам не вернует. А будущее настоящее. Ну вот лучше-то. Ну прошлое погибельное. Как можно его сбросить-то? Я жил, Бога не знал. Там я обратился к Богу. Для меня там было важно. Важно впереди, как бы я не согрешил. Не могу я так. На весах то и другое важно. Это моя жизнь. Ну вот так. И дальше начинаем. Ответ. Тарасов. Так вот к чему я это все написал. Как некий эдакий бумага марака. Ну ладно, я сейчас отвечаю. Я сам нахожусь только в моем мире и на нашем форуме. Вконтакт выходящий попадает ко мне через перекладные. Специальные модераторы следят, перекидывают на наш форум. Я отвечаю на форуме же, а они снова пересылают. Так что лучше всего быть прямо там, где я, в мире и на форуме. В мире создать свою страницу очень легко. Зарядите поисковик Игнатия Лапкин. Попроситесь в друзья. И тут можем и по скайпу поговорить. Бесплатная система. Марина Иустина. Это Иустина. Марья. Да, старая обрядка. Что она тут? Здравствуйте, Игнатий. На заданные мной вопросы я не нашел ответ на ваших сайтах. Может это потому, что на них очень много информации. Ну ладно, да, дальше. Посмотрите, почитайте. Это большое она написала. Благодарю. Видно, одета прилично, старая обрядка. Больше у меня ничего к этому добавить не могу. Прочитайте. Это лично ее касается, поэтому, может, вы найдете что-то. Иван Лешуков, 37 лет, Москва. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Лапкин. Посмотрели ваши беседы и дискуссии, особенно дискуссии со священниками-мусульманами. Очень понравились ваш живой ум и в то же время четкое и строгое знание закона и закона с большой буквы. Меня мучает много вопросов. Вот, хоть, может, вы изыщете время и черкнете пару слов рабу грешному Иоанну, потому что наши священники мне не могут ответить на этот вопрос. И мне кажется, они и не могут на него ответить, потому что для них это новое. Это мне кажется. Вот томлюсь вопросом. А как быть верующим, если вдруг медики создадут условия для, кажется, пересадки человеческой головы? Ну, ладно, понятно, что и не будет этого вопроса. Пусть он ответит. Вот здесь посмотрите, просчитайте, какие вопросы. Копируйте, бред, ну, проще. Я где-то отвечу. Кто? Даниил Андреев. Видите, какой юноша серьезный. С чем-то на Николая Второго похож даже. Мир вам. Я сам из миссионерского движения пророка Даниила, организованного отцом Даниилом Сысовым. В гости к вам хотел съездить. Летом есть на Алтай крестный ход по стопам алтайских миссионеров. В июле, по-моему, в это время у себя будете? Ну, вот теперь что я отвечу тут дальше ему. Виктория Филиппова. Доброе утро, отец Игнатий. Скажите мне, пожалуйста, почему мне в последнее время, особенно на вечер, страх смерти появляется? Ну, отлично. Это замечательно даже. Благодари Бога за это. Щелку не подстригай. Надень платочек. Губы не красить. Так. Это кто говорит? Это вот по поводу голова. 37 лет. Вот я ему как ответил. Заметьте, Игнатий отвечает толкование. Вот мое толкование. Вот ответ какой. Пускай, посмотрите, у Смирнова там кто выступает. Будет такой ответ? Посчитай, сколько мест Писания Библии открывается. Дальше. А дальше, что тебя коснулось? Считай. Ну, если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то тебя подарка и не жди. Вот тебе сейчас стихотворение. Дальше. Александр Родионов, Москва. Вот какие гнеты. Что? Очень рад, что вы занимаетесь таким серьезным делом. Особенно мне интересен вопрос восстановления деревни Потеряевки, кажется. Я сам сейчас думаю над похожим проектом восстановления деревни. Вы можете прислать какие-то материалы про вашу деревню, про то, как и что вы там делали? Мы все показали. Ну, знаете, я еще напоминаю. Это как-то я у киргизов там в степи был далеко, ходили в город. Ну, и стоит юрта. Юрта так вертикально, а потом куполом. Ну, я зашел, и там это искусственно сделано, вот так вот переплетенное где-то. Я говорю, можно вас трясовать? А он подошел, хозяин, крепкий, здоровый, такой приятный, говорит. А для чего? Я говорю, да сделать так. У меня детский лагерь. Не сделать вам это. Это не сделать. Это сложно. И правда, я не сделал это. Не сделать. Не сделать. Когда форум образовывался, и меня говорили, почему вы против форума? Ну, я не против. Ну, надо научить, что делать-то. Нужно, чтобы на форуме не спорили. Было только истина. И вот у нас на форуме 1500 тем, 1580. И никаких споров вообще нет. Люди приходят, ну, минимум 300 человек-то каждый день заходят. 300-то человек. И споров... В течение полгода ни одного спора нет. Почему? Все. Дальше этого не идти нет. По любому вопросу. А так тем, полторы тысячи. Выговорите деревню. И они говорили, вот сейчас форум будет, и кто будет считать, и везде будут общины образовываться. Милые мои, нет. Не верующие в общину, ни деревни не образовываться. Вам просто не образовать. Если вам образовать, образовали. Образовали бы. Больше 20 тысяч сел разрушенного Россию уничтожено. А наше село единственное на этих принципах. Где все верующие. Где не лгать. Не лгать. Не пить, не курить, не материться, не воровать. Это вот пять качеств. Своими силами построиться. И дальше. Каждое воскресенье на благовестие. Деревня вся выезжает по соседним благовестиям. Людям возвестить радостную весть о Христе. Раздача Евангелия. Не создать. Просто не создать. Мысли хорошие. Молитесь, может, создадите. Но не знаю. Пока никому не удалось. Любовь Александровна. А вы не знаете какого-нибудь мудрого духовного человека, которому можно обратиться за советом? Ну, я думаю, мудрые везде есть. Обратитесь в любой храм. Храм. Зайдите. Познакомьтесь со священниками. А лучше всего начните с Библии. Считайте. Совет найдете в Святой Библии от Бога. Лучший советник Господь Бог и Дух Святой. И дальше по святым отцам посмотрите. Считайте. За людьми не гоняйте. Сегодня человек такой. Завтра такой. Это Данил Андреев из миссионерского дела. Да, пишу. Отец Данил. Как ты похож на молодого царя Николая Второго? Ну, быстро читай. Что-то за... В прошлом 2013 году мы прошли 15 государств, 6 мусульманской республики, 130 городов и райцентров России за Москвой от нас. В этом 2014 году наше намерение пройти через Грецию, в Италии, все государства, в центре Европы, до Португалии, заглянуть в Англию, пройти в Скандинавию, Прибалтику и начать работать по северу России. В июле мы можем уже к 10 числу быть в России. Он спрашивал, буду я. Нас на Алтай не будет. Мое вот это стихотворение может быть приложимо к святому священномученику Данилу Сысоеву. Ну вот я пишу, что вот какие местописания. Ну вот смотрите, ну просчитай стихотворение. Вот говорят, какие ваши стихотворения? Да не стихотворение, это проповеди. Вот Степана погребли мужи благоговейно. Я считаю, а Данилу Сысоеву. И вот дальше, если подстерегают более 40 человек, его убили. Вот и дальше я пишу мое стихотворение. Незаменимых нет, как всюду говорят, подчеркивая важность индивида. Но отошел боец и рухнул целый ряд. Нет миротворца и кипят обиды. Веки как просто. Хотя один не воин среди поля, но умер вождь и вдовами все жены. Харизма есть особенная доля. Уметь лечить смертельно прокаженных. Как надо их хранить, ценить, благоговеть, когда они живые среди нас. Они летят, увы, бойцов недолг век. Высок ли Павел был, а может коренаст? Да, не смогли спасти, Самсона уберечь, от пули Пушкина закрыть бы чем попало. Остановить над Павлом уже сверкнувший меч. За Достоевского пойти в его опалу. При жизни оценить чудесный бриллиант, заложенный в прощу библейскую оправу. Вопросы за вопросами мог поднимать Атлант. Кривое, левое, все выпрямляя вправо. Жезл Моисея, память погибшим с фараоном. Кадильниц обожженных кощунники коснуться. Но умер вождь гора, несметные уроны, не раз врагу победа перед идолом согнутся. Цените Златоуста, здоровьем ослабевший, он потрясает кафедры и троны самодержцев. Мы без него на поле, увы, загнемся пешкой, как охорившиеся перед тенью дерзко. Не каждому дано быть лидером в атаках. И в мирных хижинах по правде спор решать. От страха могут многие тесниться над Клоакой. И бесстолыщу бесперечь, бесперечь лишь мельтешить, мешать. Незаменимых нет. О том Творца попросим. Замену нам прислать и наградить достойно. На новые посевы падут дожди и росы. Доживет овца и разродится тройней. Ну, каково сейчас творение? Таких творений нет. Здесь все и библейское, и такое. Дальше. И снова жатого много, делать или мало. О чем тут речь? Виктория Филипповская, почему в последнее время, особенно на вечер, страх смерти появляется? Ну, я пишу, вот. Это хорошо. И вот теперь смотри, что о смерти. Просчитайте просто. Вот теперь я дальше иду. Это какие поступили сведения в более ранний период. Вот наш форум. Посмотрите, как он выглядит. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну и все. Вот наш сайт, я обговорю, где он. Посмотрите, где. Наши деревни. Все данные. О! Это что же такое? Куда улетел это? Дальше. Николай Павленко. Мир вам! Здравствуйте! Вы называете себя православным проповедником, но при этом опираетесь в свои миссии, как я понял, только на Священное Писание и ссылаетесь на Мартина Лютера, видеоролики, вступления на канал Ютуб. Так кто же вы, православный или протестант? Православный протестант. Ну, сослался. А что я на Лютер сослался? Мне везде что нравится. Я на Конфуции сослаюсь. Он сказал, в мире есть одна книга, Библия и одна личность Христос. Здорово. Ну, я и сослался. Да, я православный, к Лютеранам никакого отношения не имею, но доброе беру везде. Это о чем? Вы знаете какого-нибудь мудрого духовного человека? Вот я отвечаю, смотрите. Вот где мудрого. Четыре места Писания. Не я отвечаю, Дух Святой вам отвечает. Я просто указываю. А вот Игнатия, толкование, Евангелие, да какое толкование? Евангелие, Игнатия там, ну то есть безумие на каждом шагу. Александр Родионов, по некоторым роликам я заметил, что вы совершаете водное крещение в сознательном возрасте и с полным погружением. Это ваша постоянная практика? Да, постоянная. Интересно и то, что вы цитировали Лютера. Как вы относитесь к христианам других конфессий? Нет слов конфессии, динаминации. Выкиньте слова, есть ересь. И все здесь сказано. Церковь и ересь. Церковь там, где есть епископат от апостольских времен по рукоположению и хератония сохранилась. Это католики, православные, григориные армяне, копты и сирийцы. Все на этом кончилось. Дальше церкви нет. Слово конфессия, это сатана придумал. Нет конфессии, нет динаминации, есть ересь. Николай Павленко, мир вам. Здравствуйте. Вы называете себя православным... Да, там он пишет, я ему отвечаю. Православный протестант. Любой Александр. А где можно узнать ответ на вопрос? Жизнь с человеком в верности друг к другу, но без ЗАГСа венчание. Это является блудом или нет? Да, блуд. Вы не знаете, где могут повенчать без регистрации в ЗАГСе? Да хоть где могут. Ведь сейчас почти во всех храмах без ЗАГСа не венчают. Ну хотя бы так. Все равно разведется, но хотя бы элементы платить будут. Поэтому мирское венчание, как назовем в ЗАГСе, это еще даже и тоже имеет значение. Жизнь с человеком в верности без ЗАГСа не венчают. Без ЗАГСа брак ничего не теряет. А без венчания он становится прозаическим блудом. А почему вас притит ЗАГС? Хорошо подумайте, кто против этого удостоверения. Он или не развелся с прежней женой, или еще что-то. Зак. Лица Родионов, как портнуйтесь с другим конфекциям. Это наша постоянная практика. Я местописание прочитаю, я тебя дальше. Обучение веры. Обучение веры и катехизация обязательно должна быть перед крещением и при то продолжительное время. В житиях считалось, что нужно от 3 до 5 лет. 6-й Вселенский собор, правило 78-е. Ладийский собор 45-47, 1-й Вселенский собор, правило 2-й Тимофея, 1-е правило. Или о крещении, подробно здесь, на сайте форума. Дальше я покажу, посмотрите где. Телефон звонит. Слава Иисусу Христу! Вот смотри. Где оно? Где вот о крещении я вернул назад? Видите, какие места? Церковь, церковь. Никакой церкви нет у сектантов. Нету. Они хорошие, обописные. Это не церковь. Не церковь. Называется секта. К нам неприменимо это слово секта. Там, где есть священство, от апостольных времен, это уже не секта. Дальше. Дмитрий Чернушин, но ведь к хвастовству в Библии отрицательное отношение. Нужно же не самими оттолковать Библию, как делаете это вы на видео, а изучать и читать Библию во свете толкования святых отцов. Не знаю, к кому это он пишет и чего. Я не толкую. Вообще нет. Вот еще бы я издавал даже блаженного фефилакта. Книги, которые издали. За 2000 лет такого не было. С откровением. Полное толкование. По всем святым отцам. Правильно? Говорит. Но ко мне это никак не относится. Игорь Кузнецов. Отец Игнатьев. Здравствуйте. Вот вопрос. Как должен вести себя священник в жизни, кроме как службы в храме? В последнее время слышу от людей как бы зависть об иномарках хорошей одежды со стороны священника. Оно нехорошо, конечно, осуждать, но народ завистливый. Ну, завистливый не подавайте поводу. Ну, не давайте повода. И все как-то будет меньше. Зачем такую? Ну, машина для передвижения и все. Ну, зачем такая, что миллионы стоит там? Ну, не годится это. Это плохо. Виктория Филиппова. Сегодня день смерти моего дедушки. Он 15 января умер 95-го года. Что можно церкви сказать, чтобы его душу там облегчить? И можно вас попросить молиться за него. Его звали Яков Яша. Спасибо вам. Не знаю я. Не слово о вере. Всех православных христиан быть рабом. Ничего на это я не могу. Не молимся за таких. Оля Волошина сказано, что в последнее время станут лжепророки. Скажите, об аптистове 50-тика можно считать лжепророками? Или если нет, то кто они? Понимаете, что не церковь, это определенно. А если говорят по Евангелию где-то, то это так и должно быть. А имеют ли Духа Святого? Без Духа Святого они не могли бы Иисуса признать Господом. И дальше. Надо конкретно смотреть. Но они не церковь. Не церковь. Ересь. Ересь, конечно, в том счете. Ересь отвержения церкви. Даже заодно это. Тысячелетное царство обязательно. Иконы и идолы. Вот по трем пунктам легко определить. Тысячелетное царство началось на Голгопе, а не будет когда-то. Любовь Александровна, просто этот человек не решается пока венчаться, потому что он не воцерковлен. А венчание ведь предполагает, чтобы были воцерковлены. Воцерковлены? Нет такого слова. Это хитрое, обманное слово. Есть верующие и неверующие. Слово воцерковление придумали. Откуда его взяли? Научиться свечи ставить. Внешнее механическое исполнение к спасению, воцерковлению, что они имеют в виду, не приводит. Оно уводит. Оно замазывает истину. Скрывает Христа. Против ЗАГСа, потому что там какие-то новые законы насчет имущества. Я не знаю, что делать. Живу с ним уже полгода, а он так и не женится. Ну и какая ему разница? Кобель без хвоста. Два блудника сошлись. Что спрашивают? Закона для вас никакого нет. Денис Чубренко. Что необходимо баптистам, чтобы стать церковью Христовой? Придти в церковь, получить спасение. Они не причащаются, в них ничего этого нет. Что необходимо? Священство. Самое первое. Ереси отставить. Ложное толкование отбросить. Принять, конечно, надо каноны церковные, по ими пользоваться. Татьяна Студнецкая. Подписалась на ваш канал о Святой Библии, открытым оком. И рада об отце Андрееве Кураеве молюсь. Я читаю и читаю, вижу ваше видео об общине, о деревне, молитве, об Евангелии, о христианской жизни, о Христе. Это как глоток свежего воздуха. Молюсь и о вас. Я по центре и Кураеве. Два года назад к нам в Калининград приезжал отец Геннадий Фаст. Тоже был для нас верующим. С верующих событием встречи с неподдельным, живым, настоящим. Ну, понятно. Понятно. Отец Геннадий, это вопрос. Дальше. Отец Геннадий, это вопрос. Как вести себя священник к жизни, кроме службы? Хотя в храме в последнее время мы слышали, якобы зависть об иномарках, хорошая одежда со стороны священника. Ну, он никогда не насытит душу. Вот ответ мой. Мой ответ. Ответ-то какой? Знаете, как выделено, красным, жирным. Теперь о баптистах, сектантах. Они нет церковь, а секта. У них нет истинного епископата. А лжепророки ли они? А всех в раз разве можно сказать? Они верят правильно во святую троицу. Им не хватает только епископата, то есть истинного священства, чтобы стать церковью Христовой. Вне церкви нет спасения. Денис Чубренко. Что необходимо баптистам, чтобы стать церковью Христовой? Получить истинное рукоположение епископам, чтобы перестать быть наследниками дофана. Книга Чисто 16 глава. Это сектантам, протестантам отвечаю. Спасает Бог, но на определенных условиях. Им же и вы становленных. А просто так, самопроизвольно прилепляться к словам Божьим и утверждать, что о тебе это сказано, на это нужны очень веские основания. К примеру, один из сектатов в Латвии, Соловьев, весьма почитающий свое личное сектантское мнение, выдал мне, когда я сказал, что внебрачная жизнь, кроме закона супруга, осуждается Богом. И он в ответ мне приводит место Святой Библии, что это на нем не сходится, потому что Бог дал ему обещание, что сколько бы он ни грешил, Бог, хотя и накажет его, но уже в раю-то он обязательно будет. Видишь как, берет Псалом 88, просчитайте. Жена плачет. Жена плачет, а он смеется, попирает седьмую заповедь. Город Венспас, Латвия. И приведенные места Святой Библии от того, что... Вы, Даша, просчитайте, вот места Писания. Даша, секта, что такое? Секта есть узость взгляда на истину, как говорил миссионер-мученик Кунцевич Лазарь, что секта есть нечто грозное, зловещее и неуловимое. В это время меняют, меняют толкование, меняют все остальное, ну вот такое. Без непрерывной хиротонии рукоположения от апостолов, любая организация не есть церковь, а рукоположение истинное сохранилось истинное поныне. Ну дальше, вот это все места Писания, вот смотрите сколько, просчитайте, я дальше поднимаю самим Богом и Его, ну и сколько мест Писания. Доказывает, что они не церковь, не церковь. Им это обидно, они хорошо относятся, даже это не церковь. А что нужно делать? Вопрос. Православным и остальным сильным в истине призвать баптистов и других истинных истов и просить их научить дать кадры их. А сектаты должны пойти к пяти сильным архиереям и упросить их рукоположить им из их же служителей в епископы, хотя бы двоих-троих. Так вот смотрите, о чем говорится, какая благодать, о чем Феофан Затворник, говорит, я поясняю, это благодать призывающая, обращающая, освящающая. Так вот, первые две, скажем, вид о благодати. В изобилии у всех сектантов и почти нет того у пяти сильных, у исторических церквей. То есть призыва, благодати, там проповеди такие у сектантов хорошие. Не имеют как должно. А вот встретить знакомы только имеющие подлинное свидетельство из Святой Библии, что они в церкви Христовы, согласно Слову Божию. А у сектантов нет ее совсем, ибо говорим о таинствах церкви, о причастии тела и крови Христа. Там лишь воспоминание, образ о пяти сильных действительное переложение хлеба в тело и вина в кровь Спасителя. Пять сильных, я повторяю. Католики, православные, григорины, армяны, копты и стильцы. Вот пять сильных. В этом-то и суть жизни и смерти. Сектанты суперлегкомысленно относятся к понятию о церкви, и все сводят к одной фразе, где двое или трое. Да еще и это прочтут неверно, а добавят, собрались, они собраны во имя его. То есть точно по Святой Библии? Да. Да. А теперь? Вот что нужно было. Рукоположить, да. Должны пойти в пяти, чтобы рукоположили им двух-трех, епискотов поставляется два или три. А теперь эти, чтобы что сделать? Рукоположат остальных своих. Пусть все это будет без мощей, без икон, без дрезы, кодил и свечей. Только бы символ неких цареградских приняли искренне. Верили и исполняли. Не имею в виду и толкование, и прочее. Дальше. Уважаемый Игнатий, а под чьим благословением вы ведете работу? И если простите за дерзость, кто у вас духовник? Ну, понятно, что. Это уже знаю, что это уже человек пропитанный вот этим, как манкуртами делает. А кто у меня духовник? Ну, никого у меня нет духовника. А что дальше меняется? У тебя ничего не меняется. Кто у меня духовник? В 53 года я иду, и все еще духовник. Ну, духовник-то какой? Куда он поведет-то? Когда, судя по возрасту, вам надо жить быть год учителями. Кто у вас духовник? Под чьим благословением работаете? Под Божьим я работаю, под Божьим. А на Благовестие мы ездим. Там на сколько только архиерея встречалась, и все благословляли. Ну, ничего изменится. Пойдешь ты на Благовестие? Ну, будешь жить по-христиански? Смотри, мое отношение к этому такое, игра благословения идет. А вот это? Даниил Андреев. Что он пишет? Игнатий Тихонович. Я не священник, я мирянин. Простите, что ввел в заблуждение фотографии. На мне там всего лишь стихарь. Я помогаю чтецам в храме РПЦЗ в Мексике, где временно проживаю до середины февраля этого года. Хорошие слова и точные. Примерно все таки есть теперь. Должен сказать, что я отца Даниила не знал лично. Пришел в его храм и поступил в миссионерское движение уже после его мученической кончины. Конечно, горишь от утраты уже более-менее прошла. Но дело его живет и только разрастается. Некоторые миссионеры уже уехали на постоянное место жительства, на миссию в Туву. Кто-то поступил и поступает в семинарии. Кто-то уже в других странах, также на постоянной миссии. В Таиланде, например. Все больше и больше проектов в людях. И те, кто знал отца Даниила лично. И те, кто познакомился с ним через его бесчисленные проповеди. Постепенно загорается миссионерским служением и приходит к мысли посвятить этому жизнь. Так что воистину, кровь мучеников в семя церкви. Истинность этой фразы так хорошо ощущается сейчас. Это и так вот. Хорошие слова, переписка. Молодой человек. Дальше смотрим. Игнатий Тихонович, если муж говорит сыну, не по слову Божьему, а мирским мышлением, то я протестую и потом говорю сыну, так как учил Христос. Мне прелесть или я? Да какая прелесть? Ты обязан это дело спасать. Он неверующий, куда попало-то выйдет. Вот прелесть. Это оттуда священники монахи придут. Прелесть гордыни. Прелесть гордыни. Все. Что прелесть? Какая гордыня? Если брать прелесть гордыни, то никто в этом больше не погибает, как монахи и священники. Это они от себя отфутболивают, чтобы другие на них не смотрели. Он дыму напускает кадильного. Из-за этой завесы находится прелесть и в гордыне. Берет на себя то, что Бог ему не давал. Любые грехи одним махом прощаются, ничего не прощается. Человек живет в грехе. Без канонов. 1500 епископов было на соборах. Он мгновенно убирает. Это не прелесть, не гордыня. Тавифа это была. Ответ Тавифы. Не забудьте это слово прелесть. Оно во многих спутывает. Храните данные Христом и выполняйте. Не бойтесь никого, а только Бога и Ему служите. Доведите до сына. Сына до желанной пристани, до царствия Божия. Делать все нужно кротко и вовремя. Как мать блаженного Августина Моника. Ахмедов Иса. Салям алейкум. Увидел видео с Игнатием Лапкиным и понял, что он человек Божий. Да благословите его Аллах. Скажите, я могу стать вашим братом и быть мусульманином? Ну, по Адаму мы все братья. А по вере, ну как, разное, допустим, надо беседовать, говорить, и мы увидим. У нас много общего. Мы дети одного человека. Всем идти в царство небесное. Нам полезно быть вместе. А вот посмотри, какое тут сокровище, ответь ему. Если понял, то можешь тут быть. Все просмотри и уразуми, что по Адаму мы все братья. Ты так же дорог мне, как и все люди. Салям алейкум. Переписка с мусульманской. Вот я покажу сейчас самер, ему даю. Данил Андреев, а как проходят ваши миссионерские поездки? Что вы на них делаете? В какой форме ведете миссию? Кого посещаете? Очень интересен ваш опыт. Может, есть какие-то отчеты или видео с поездок? Все это есть у нас. В роликах стоит, как мы едем, как беседуем, как в фраме выступаем, как книги раздаем, книги везем в подарок. Алексей Фирсов с котом. Доброго времени суток, Игнатий. Как вам эта идея? И ссылка идет какая-то там. Какая-то ссылка, непонятно, что можно дальше отвечать. Так, Валентина Забавина. Добрый вечер, Игнатий. Поняла этот ролик о Потеряевке как приглашение. Спасибо. Хорошо вас там. И природа, и уклад, и отношения. Детки нарядные, врослые, красивые, и все светлые, спокойные, радостные. Я смотрел видео деревни одна и показала другим. В том числе рассылала друзьям ВКонтакте. Среди них православные, адвентисты, паптисты. Господь всех объединяет в одном духе. Разные, в кавычках, просветленные, даже иеговисты в какой-то группе прячутся. Случайно узнала, когда стали расспрашивать о Святом Духе. К сожалению, сама поехать в Потеряевку не могу, являясь служителем Евангельской Церкви с 97-го года. Никто, значит, не откликнулся. Ничего, весна впереди, и люди захотят перемен. Буду продолжать рассказывать о Потеряевке. Уговаривала семейную пару с детьми, школьниками, без жилья маются. Жена не против, а муж не хочет. Благодать и вам Божья. Какие люди находятся? Дел древо о миссионерстве. Я пообещаю, Геннадий, но что на форуме, вы все это найдете, ответы. Это что? Как вам идея? Ссылка с сайта. Да. У меня есть мои беседы в аудио с отцом Александром Менем. А уж про отца Геннадия Фаста и говорить не нужно. Без моей миссионерской работы он, может быть, тут и не стоял. Он в моем доме обратился в православие из Меннонитов. Нужно истребить некоторые слова из текста. Каноническая территория, по церковице, окормлять, это пагубные антихристианские слова. Абсолютно вредные для христиан. Здесь все найдете. Дальше я проясняю. Православные никак не согласятся. Дальше. Валентина. Валентина Забавина. Это про деревню. Смотрите, что об деревне сказано. Просчитайте. Тут все дается. Дальше я перехожу. Дальше теперь. Просчитайте. Ну, тормознете и прочитаете. Желательно, чтобы люди были семейные, молодые, с детьми. А вот дальше телефоны. Все эти, которые у нас тут дается контакт. Не пойму еще. Вот все. Анастасия Светлая. Интересует меня с детства один вопрос. Почему при счастье делается алкоголем? Понимаю, что, наверное, не везде и не все. Но все же, почему же не убрать вообще алкоголь и не заменить святой водой или же виноградным соком? Ведь еще Серафим Саровский глаголил. И там внизу написано. Серафим Саровский о грехе винопития. Вот вам мое завещание. Не имейте в дому своем не только вина, но даже и посудины винной. Ну, впереди-то почему именно алкоголь, как алкоголем не называется? Вы просто прочитайте 26 главу Евангелия от Матвея. Христос установил. Поэтому вопрос-то не ко мне, не я устанавливал, как литургию вести. Данил Андреев, видимо, из Мексики. Какая шишка большая. Спаси Христос. Как раз сейчас, прямо в данный момент, смотрю ваш ролик. Вступление на канал 2013 года, октябрь. И вы мне написали. Интересно получилось. Так я смотрел раньше еще некоторые ролики. Просто хотел именно про миссионерские поездки узнать. Даша, прочитайте. Тут понятно, что разговор хороший идет. Надежда Ракова. Что оно? Здравствуйте. Позвольте у вас ответ спросить. Я исповедовалась, исповедовала свои грехи. Ну, ну, вообще-то еще есть. С одним из грехов вроде справилась, очень долго боролась и терпела, но все же согрешила. Скажите, пожалуйста, мне нужно обязательно в следующий раз опять, несомненно, исповедовать свой грех? Мне очень стыдно за него. Стыдно за то, что я не справилась сама собой, и что подвела Отца Небесного. Он искренне прощает, а мы по-новой грешим. Как быть, чтобы, когда приходят исключения? Это не надо, конечно, освоить мучает, но тем более, тем паще Бог. Там есть священник, вот и идите там, и все узнавайте. Я не священник. Дальше. Евгений Изотоп, 33 года, город Черноголовка. У вас, узнал о вас недавно, просматривая информацию по теме увольнения. Ну, что-то он пишет, о Талтукии святое благовестие говорит. Вот. По поводу понимания книг Ветхого Завета и Евангелия. Без помощи Духа Святого человек не может понять действительные смыслы, переданные через тексты. Отцы церкви много дали оттолкований, при этом читая Новый Завет на оттолкованиях, каких отцов церкви следует опираться. Поверяйте свое понимание. Ну, понимаете, у нас облаженный Афеофилакт. Яна Златоуста. Достаточно будет. Дальше. Есть геологическая эпоха какая-то. Геология подсказывает. Оля Волошева. Доброго утра. Мне еще вопрос. А пятидесятникам Бог правда помогает? Они и когда молятся за исцеление, то исцеляются. А чем объяснить иные языки? Да, они бесновятся. То есть языки эти, сплошное беснование. Вы посмотрите, как падают, кричат, там смех у них этот топает, валяются, орут, лают, все что угодно. Анастасия Светлая интересует вопрос. Ну, о вине. Вот, о вине я и отвечаю, что винует. Видите, сколько мест писания отвечаю. Вот это место писания просчитаешь, и все уже будет понятно. Дальше. Данил Андреев. Ну, это я вам отвечаю, как наш маршрут будет, где мы будем, поясняю. Вот. Ну, какие разговоры. Это еще. Надежда Ракова. Здравствуйте. Почему тебе вас исповедует? А, грех. Исповедуется. Вот смотрите, что. Вот одно местописание большое, второе, третье. Вот просчитайте, и уже ответ для вас будет ясен. Так, что? Евгений за 133 года. Я уже вам отвечал на этот вопрос подробно. Бойтесь Бога. Того. Лучше блаженного ферфилакта? Не знаю. Того. Бойся кого? Бога. Там. Дальше. Отвечаю каждому один такой вопрос. И вот откуда все он дальше может найти. А 50-ник Бог помогает? Бог всем помогает. И мусульманам, и кришнаитам, и язычникам. А языки им почти всегда ныне от демонов. И они беснуются. У меня есть тут мой ролик по этой теме на нашем канале в Освете Библии. Женя Шучук. Жаль, жаль. Хотел с вами повстречаться. Божьей помощи вам. А вы бывали когда-нибудь у нас в Хмау? Ханты-Массийский автономный огры, город Югорск. Ну, еще были, наверное. Владимир Воробьев. Какой церкви имеет отношение автор? Какое имеет духовное образование? Кто благословил его столь масштабную деятельность? Надеюсь, ответы на эти вопросы не вызовут проблем. Спасибо за ответ. Я уже отвечал сотни и сотни раз. Так что маленько считайте, что у нас есть. Какие-то вопросы, проблемы. Он стоит. Допрашивают все время. Как почему? Патриархийные. Я уже знаю. Манкуртизация. Ничего нет. Если не московская патриархия, все, нигде ничего нет. Есть истинно православная церковь. Сколько юрисдикций, которые есть, говорят, юрисдикции, которых раздробили сейчас. Нет еще. Только московская патриархия. То есть самое-самое-самое негодное сегодня. Поносимое. Вообще не смотрится состоянием народа. Какой народ живет в грехах? То есть принизили планку до лужи. Но он уже знает там. Слава Селиверстов. Приветствую, брат во Христе. Мир тебе Божий. Я вот послушал ролик вступления на канал YouTube. И у меня возник вопрос о процессе. Игнатий, а вы считаете, что у евангельских христиан толкование священного писания не истинное? Да. Ну не все, конечно. Не все. А то я услышал, что только православие истинное толкование. Ну вот вы ознакомьте сначала и сравните. У сектантов так. У сектантов всегда узы взгляда на истину. Он берет один стих. Имя Иегова. Иегова, Иегова, Иегова. Субботники. Суббота, суббота. Дальше он идет. Православие это всеохватность. Все. Воробьев. Какое отношение автор имеет? Давай. Ответ. Нужно свое о себе свидетельство или со стороны о себе самом многое говорят люди. Могут называться родным премянником Патриарха Алексея Второго и имеют подновленное и неоднократное личное благословение Патриарха Кирилла и Папа Франциска. И что из-за этого? Моего материала недостаточно, чтобы узнать, кто я и что. Смотрите, тут и фильмы. Тут им книги мои и ответы на 4124 вопроса на сайте. Могу сказать словами об бобра и сказок братья Бондаренко. Я хороший, любите меня. Я хороший, от меня вреда нет. Я очень хороший, не подведу никогда и не обворую. Я весьма хороший, могу быть вашим другом до смерти. Это вам нужно? А дальше я поясняю вот откуда что брать. Нашим сокровищем пользуется. Что такое? Вот смотрите. Я даю, чтобы посмотрели где-то. И вот это, что лагерь, деревня, это еще не важно. А кто благословил? Ну, Бога-то не знает. Бог благословил. Ну, я скажу, благословил отец Борис. И что из этого? Вот я показываю благословение. Написано. Стоим там преподаватель томской епархии. Бурмистров был. Посмотрите. Это в семинарии. Написано благословение епископа Московской патриархии. Максима. А когда это было 10 лет назад? То есть оно уже прокисло за 10 лет. Как тухлая вода. На крещение берут, на другой день пить нельзя уже. Илы, грязь одна. Быстро. Приветствую, брат во Христе. Мир тебе Божий. Я послушал ролик на YouTube. Ну ладно, дальше отвечаю. Толкование. Я от верши христианин, отменный от церкви Христовой и свою организацию, возникшую спустя 1800 лет, называющую церковью. Откуда же могут быть толкователи истины? Заходите на наш сайт. Дальше, поясняю, где взять. Прийти к нам на нашем сайте, на нашем форуме. И дальше. Александр Дорохин. Здравствуйте. Хочу одну притчу. Хочу с вами поделиться, но не знаю, как вы отреагируете на нее. У вас как со смирением? Вот, то есть, что-то уже хочет ткнуть ее со смирением. Вот, представьте, молодой человек. Ну, разве возможно это, чтобы человек, который, ну, воспитан, мог сказать. Вот, в Нобелевскую премию присваивают только один раз у них закон. Ну, такой закон, правило. Но, все-таки они перешагнули через правило. Мария Кюрис-Кладовская дважды дали. И она говорит, у нее были китайские студенты. И я, говорит, только по глазам могла узнать, что они не согласны с чем-то. По глазам. А это ничего нет. Смотрят в глаза и сразу, а можно, а можно я сказать. Даже эти слова-то говорить тебе, положено или не положено. Ты даже во внуке, меньшим молодым внуком для меня годишься. А можно сказать, то есть это уже, я знаю, это гетто часто прищищается, часто исповедуется. Недостойно. Я даже заранее это знаю. Это какой-нибудь Дулевич там или там Петров. От какой-нибудь, ну, еще кто-то там, Скоратовский, Дудин. Это из этой когорты. Я еще не знаю, о чем он говорит, но определенно уже знаю. Валентина Забавина. Мир вам, Боже, Игнатий. Спасибо за полную информацию. Хотя я внимательно читал и смотрел все материалы на вашей странице, но здесь есть дополнение, которое я увидел на странице ВКонтакте, на Ютубе, тоже кое-что смотрело. Понятно, что жить натуральным хозяйством в деревне не каждый может. Я это учитываю. Как не то, что прежде чем ехать, нужно спросить разрешение, примут лифт. И полное осознание того, что тот, кому разрешат приехать, должен полностью принять православный уклад жизни, чтобы влиться в состав общины бесполезно для других. Вот, пожалуйста, видите, какой ответ? Вот посчитайте, какой ответ говорит. Я ее не вижу. Валентина даже здесь есть фото. Еще даже не знает. А может, я тебя вжарю? А может, я тебя? А как со смирением? Ну, я самый смиренный. Такого нет на земле. Еще из этого изменится. Он даже духовник и то не спрашивает, со смирением как. Это я должен сам сказать. А это уже околопопов потерался. Великий пост жареную рыбу ест. Я их знаю. Пустосвятов. Наталья Калач. Отец Игнатий, спаси Господи за видео о еде. Так все же от мяса нужно воздерживаться? Да. Я правильно поняла? Правильно. В рот не брать его. Наталья Калач. Желательно полностью мясное исключить. Проживем и на калачах. Какого со смирением? Ответ. С чем пришли? Какова была цель? И с чем вы ходите? Такова ли следующая цель? Вот ответ. Надежда Ракова. Я имею возможность исповедоваться. Я понимаю, что вы написали, что нужно беречь всем сердцем дар небесный в виде покаяния и прощения. Так случилось? Могу я исправить? Исправить ничего нельзя. Только умолять и плакать. И дальше священник решит. Идите к священнику и там все решайте. О покаянии. Так. Слава Селиверстов. Благодарю. Я понял. Спорить с вами я не намерен. И не буду. Библия меня этому не учит. Толкова Нового Завета я прочитал много разных. И какой из них истинно я не берусь утверждать. Ну и дальше прочитайте, что он говорит. Кто он. И поэтому определите. Не спрашивайте, кто он такой, от кого благословение. Вот сколько написал и что это есть. Как правило пишут те, которые Библию прочитали, пришли к сектантам и им пообещали. Без всего. Царство Небесное. Я спасен. Кому бы не пошли. А ты спасен. Падал спасен надежде. Они это не знают. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Он не знает этого. А ты спасен. И теперь живет рот корытом. Говорит, а лопает все, что хочет. Спит сколько хочет. И все остальное делает. Но он спасен. Почему написано. Верующий в Сына Божий имей жизнь вечную. И все. А до таковых нет жертвы за грех не считали? Я имею в виду, что вы написали. Нужно беречь всем сердцем дар небесным. Так может я могу сказать. Не я, не Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Говорит святой Иоанн Златоуст. Александр Мон. А вы в Синод не обращались за объяснение, почему мощи, почитаются в РПЦ. В Синод бы я обратился, почему почитаются. Ну, почитаются это. И надо почитать их. Самое высшее почтение к мощам, это захоронить их со всеми почестями. Не терзать. Алексей Фирсов. Застегнись. Застегнись, Алексей Бород, не трогай. Игнать Тихонович, скажите, почему вы креститесь двумя перстами? Так научен с детства был два перста. Так крестился князь Владимир Сергий Радонежский. Почему он так крестится? Это безумная реформа них. Она все перевернулась. Шепотники говорят. Феодосий, Антоний, ну все, которые были. Нестор, все молились только двумя перстами. Дальше. Вы не признаете постановление о соборов? Ну, какое о соборов? Разбойничьи соборы есть. Оказывается, существует принципиальное отличие. Начало от 1656 года под местный собор, проходивший в Москве, и собранный патриархом Никоном с участием четырех восточных иерархов. Атехийско-патриархов Балкария. Понятно, понятно. Сербская Горила, митрополита Никейского Григория и митрополита всей Молдавии Гедеона осудил двоеперстия, а всех крестящихся двоеперстно проклял. Вот понятно, проклятый князь Владимир, проклятый Сергий Радонежский, все. Ну, маленько-то, ну, шевели хоть. Ну, в эмбриональном зачатии-то есть совесть или нет-то? А после этого пройдет еще в 1971 году вот эти клятвы все отменяют. А кто? Синод, патриархия православная, московская. Отменять, як они и бымши. Дальше. Проклял. Проклял. Где тут? А все крестящиеся двумя перстами были объявлены еретиками. Отлучены от отца, сына и святого духа. Издание книги под названием «Скрижаль». От отца, значит, знают. От от сына, то есть на себя такую... Это не гордыня, не прелесть. Понимаете, что вот? Вот где она гордыня. Это даже дьявол этого не говорит. А они решают скрижаль. Какая скрижаль? Какая скрижаль? Кто ее писал? Дальше. Почему мощи посчитаться в РПЦ? Мне нужен был бы ответ только из Святой Библии. А он уж очень неповторим. Синод тут заложник своей системы и прошлого. Синод. Александр Фиск, почему вы крестите двумя перстами? Вы опоздали. Клятвы давным-давно уже сняты с синодом РПЦ и зарубежной церкви. Кроме того, анафема и на князя Владимира, и на всех для 700 лет на Руси и Сергия Радонежского. Вы хотя бы немножко подумайте, что глаголите. Безумная реформа Никона разделила Россию и привела к ее революции. У вас знания малюсенькие. Нужно больше читать. История персосложения. Первые христиане одним перстом Златоуз, говорит, крестились. Дальше. Прочитайте это. Дальше. Вот сколько нужно знать. Дальше это прочитайте. Тормозните и прочитайте. Еще сколько. Еще сколько. Это маленькая часть, то, что необходимо знать. Вот сколько нужно прочитать, чтобы маленько понимать. Но я говорю, что в дву... Троеперстии, двоеперстии элемент ереси. Божество бесстрастно. Вот из этого выходите. А как правильно? Ну, самое правильное, абсолютно правильно. Это пятерней. Пять ран Христа. Как католики. Но я не католик. Я с детства приучен так и молюсь моим перстами. Не молюсь перстами. Молюсь сердцем. Ну, изображай крестнознамени так. Это протестант. Николай Мартыненко. Город Смоленская область. Додесногорск. Потихоньку продвигаемся к православию, семью. Слава Богу. Спасибо за ролик, Игнатий Тихонович. Видите, какие люди приходят. Предыдущие. Вот теперь, что он говорит. Вот прочитайте, какая у нас переписка была. Раньше. Он делается православным. И дальше. Ясногорск. Видите. Чудные дела. Давно не пишут что-то. Просчитайте только, какая идет работа в интернете. Надежда Ракова. Спасибо, Игнатий Тихонович. Ответ понятен. Нужно трудиться над собой. Трудиться изо всех сил. Спасибо вам от всего сердца. Правильно. Почему стрижете щелки? Это непонятно-то. Разве можно это делать? Николай Мартыненко. Но к вам я тоже буду обращаться. Я много вас хорошего слышал. Хоть тогда и спорил с вами. Простите великодушно. Спорил, спорил, доспорил с вами. У нас тут ребенка привезли. Юра Бодю. Фамилия его. А они протестанты. Сектанты. Парнишка. Родители высокие такие. Худенькие. Ну просто приятно смотреть-то. Ну и привезли в православный лагерь к нам. А почему? Теща православная. Кандидат каких-то наук. Ну привезли. Я говорю, мы не заставили, как он молится. У нас вот так молится. Ну так и молись, Юра. Но только за молитвой надо стоять. Неделя прошла. Он уже крестится. Кланяется. И однажды он... Ребятишки пойдут играть. А он физически малоразвитый такой. А он Библию открывает, читает. Библию сам открывает и читает. Ну он большой уже. Лет 12, наверное, было. Долговязненький такой. И говорит, я смотрю, вот у православных, считаю, как-то интересно у вас. Летом, говорит, в шубе ходят. Зимой босиком. По житя святых считали. Ну вот такие мы и есть, Юра. А они приехали, когда Юрка, да ты совсем православный стал. Ответ Николай Мартыненко. Хорошо, жду к предыдущему. Даниил Андреев. Если не сложно, сделайте, пожалуйста, дневник отсчет по дням. Вот видите, когда уже просили-то. В миссионерской поездке. Письменно, коротенько. Кого встретили, о чем говорили. Интересные, запоминающиеся моменты. Впечатления, чудеса. Это будет интересно читать многим людям. И может послушать к духу на пользу. Мы не только говорим, это все дорогой снимали. Как мы где были, встречались. Какие нападения на нас были. Просто все снимали. Все. И как вот готовим обед. И как мы скрывались с машиной. Куда уходили на мышь. Все обдумывали. Михаил Резниковский. Вы слышали про Блаженного Иоанна Береславского. А он мой духовный отец. Блаженный, то, другое. Еретик. Еретик. Самый настоящий, полновесный еретик. Александр Васильев. О, пожалуйста. Глазенки торчат. Ей понравилось это. Она может убежать в ИГИЛ. Это новая Варвара Караулова. Доброго времени суток. Меня зовут Александр. В детстве был крещен. Но с 12 лет стал испытывать тягу к Богу и к поискам Его. Православие мне тогда не сильно вдохновляло. И я решил заняться поисками среди других конфессий. На сегодняшний день, изучив как и многие общеизвестные мировые религии, так и малоизвестные секты, я понял одну очень важную вещь. Только истинно святой человек, учитель, приближенный к Господу, способен провести человека к лицезрению Господа Бога. Волю его я наткнулся на вашу страницу. И после некоторых размышлений и колебаний решился написать вам с просьбой о духовном учительстве. Хоть и понимаю, что, возможно, наши с вами взгляды по многим вопросам сильно расходятся. Я все же надеюсь, что вы, как и я, считаете, что у Бога нет религии. И что Он внемлет молитвам всех людей. Ну, понятно. Ну, если она тебе не жена, то ни одна мусульманка вот так себя уже не позволит фотографировать. А это она не знает, что она, куда еще лепится. Ну и все, однако. На этом на сегодня достаточно. Надо посмотреть, что у нас следующее будет. Вот персов. Еще не закончилось. Во славу Божию. Я все вроде показал.